Это программа налоги. Я Лариса Катышева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать, как меры государственной поддержки для бизнеса реализуются именно в рамках налогового администрирования. Надо сказать, что список этих мер постоянно расширяется, как и список отраслей, которым эти меры будут предоставлены. Сегодня мы поговорим непосредственно об отсрочках и рассрочках по уплате налогов. Через пару минут с нами на связи Константин Щекмышев, заместитель руководителя ФНС России. А пока традиционно несколько цифр. 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц получат из бюджета в виде прямых безвозмездных выплат малые и средние компании пострадавших отраслей. Главным условием станет сохранение коллективов, то есть штатной численности сотрудников на уровне не менее 90% от той, что была по состоянию на 1 апреля. Сейчас в России основные меры поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест. Также стараются сокращать убытки от вынужденного простоя и возможности максимально быстро вернуться к эффективной работе. Это относится практически ко всем компаниям. Логична ситуация и в других странах. Также распространены различные формы льготного кредитования. При определенных условиях эти кредиты или их часть даже могут стать невозвратными. Такое тоже бывает. Кроме кредитов, меры поддержки малого и среднего бизнеса во многих странах включают в себя отмену или ослабление арендных платежей, отсрочки каникулы по кредитным обязательствам, снижение налогов. Но надо также отметить, что популярной мерой стали отсрочки по оплате ЖКХ, электродетки для компаний, которые, собственно говоря, вынужденно простаивают и не участвуют в экономической деятельности. Во многих странах Европы и Великобритании, как уже сделано в России, государство берет в себя компенсацию части заработной платы на время вынужденного простого предприятия. Это общепринятая практика. Есть региональные меры. Так, например, в Бельгии для компаний, которые работают в Брюсселе, предусмотрены разовые выплаты. И планируются различные формы платежей в дальнейшем для того, чтобы поддержать бизнес. 75% суммы безвозмездных кредитов, которые в качестве меры поддержки бизнеса выделяются на выплату зарплаты сотрудникам простаивающих предприятий, будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Предполагается, что это позволит банкам снизить риски и активнее такие кредиты одобрять. На 6% ниже рыночных значений будет реальная эффективная ставка нового специального кредита на пополнение оборотных средств предприятий. Эти деньги пойдут на закупки сырья и комплектующих и авансовые платежи партнерам, что должно поддержать не только сами компании, но и всю цепочку поставщиков. Снижена ставка будет за счет субсидирования. Кроме того, половина суммы такого кредита будет обеспечена гарантиями Министерства финансов. 60 тысяч человек обратились только в Сбербанк и Банк ВТБ с заявлением на предоставление кредитных каникул по ипотеке. 70% таких заявлений было подано дистанционно. По данным самих банков, 9 из 10 заявлений удовлетворяются сразу, по остальным проводятся консультации. Итак, сейчас с нами на связи Константин Чекмашев, заместитель и руководитель ФНС России. Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Лариса! Ну и первый мой вопрос. Кто может получить поддержку в виде отсрочек и рассрочек на уплату налогов? Лариса, на них имеют право те налогоплательщики, которые относятся к пострадавшим отраслям. Пострадавшие отрасли определяются правительством на основе постоянного ежедневного мониторинга. Сейчас это бытовые услуги, общепит, культура, спорт, туризм, авиаперевозки. Вот буквально недавно к ним были добавлены еще кинотеатры и стоматологические услуги. Но для того, чтобы налогоплательщику было проще понять, относится он к пострадавшим или нет, на сайте налоговой службы есть специальный сервис, который на основании кода АКВЭД, который сам налогоплательщик внес в реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, позволяет очень быстро, вбив только ИНН или ОГРН, понять, действительно, относишься ты к пострадавшим отраслям или нет. Имеешь ли ты право на получение вот этих мер поддержки в виде, в том числе, отсрочки или рассрочки, которые предусмотрены правительством. Рассрочка – это поэтапная выплата задолженности. Отсрочка предполагает, что какое-то время предприниматель не платит ничего, но потом только все равно придется выплатить, но на эту задолженность тоже предоставляется некая рассрочка. Давайте поговорим о том, какие сроки предполагает рассрочка и отсрочка, что правильнее выбрать в той или иной ситуации. Лариса, я здесь скажу еще об одной мере, потому что кроме отсрочки и рассрочки, в постановлении правительства 409, которое, собственно говоря, ввело вот эти меры поддержки, предусмотрен перенос сроков, который действует в беззаявительном проактивном порядке для налогоплательщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них просто переносятся сроки с первого, второго кварталов на конец третьего, четвертого кварталов. Для них просто нет необходимости подавать никакое заявление об отсрочке и рассрочке. Здесь такая необходимость появится для более крупных налогоплательщиков, у которых сложились негативные финансовые показатели их деятельности. Отсрочка — это более оперативный, как вы правильно сказали, при этом более льготный механизм, который позволяет не платить налоги. Его сроки по правилам могут подливаться от трех месяцев до одного года. В зависимости от того, насколько будет установлено, что налогоплательщик действительно серьезно снизил финансовые показатели. То есть, например, если доходы упали вдвое по отношению к такому же периоду прошлого года, в этом случае можно рассчитывать на отсрочку до одного года, то есть целый год не платить тот платеж, который будет перенесен. Просрочки, несмотря на то, что приходится платить действительно какую-то часть ежемесячно, но эти платежи, с учетом того, что они будут происходить в гораздо больший период, то есть это от трех лет до пяти лет, они будут гораздо менее обременительными для налогоплательщика. В этом, например, и выгода рассрочки по сравнению с отсрочкой, потому что здесь, если действительно сложились очень негативные показатели, если 50% доходов не получило предприятие в 2020 году, которое получало в 2019 году, можно рассчитывать до пяти лет вот такого ежемесячного равномерного исполнения обязательств. Здесь важным элементом является то, что эти налоги или взносы по срокам должны быть внутри 2020 года, то есть по кодексу их сроки наступают с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года. То есть, например, если осталась задолженность с 2019 года, на эту сумму долга претендовать на отсрочку или рассрочку по правилам нельзя. Но при этом важно, что в отношении той задолженности, если в отношении нее уже приняты меры принудительного взыскания, действует другая мера поддержки, которая предусмотрена правительством. Для пострадавших должников, если у них сложилась задолженность, которую они пока не были в состоянии выплатить, но при этом, чтобы это не стало проблемой в ухудшившейся ситуации, предусмотрена мера в виде моратории на банкротство. Называется он так, мораторий на банкротство, но на самом деле он нечто большее. Здесь должник, который относится к пострадавшим, не просто будет защищен от кредиторов, которые не смогут подать на него на банкротство, но и защищен от мер принудительного взыскания. Исполнительное производство в отношении данных должников просто приостанавливается, и вся вот эта задолженность, которая сложилась ранее, просто не взыскивается до того момента, пока будет действовать эта защитная мера. А если речь идет о тех налогах, которые еще только предстоит налогоплательщику заплатить, но он понимает, что ситуация непростая, вряд ли получится, можно заранее подать какое-то заявление об отсрочке или рассрочке? Лариса, да, действительно, правила сформулированы именно так, что рассматривается заявление об отсрочке и рассрочке по тем срокам, которые уже наступили. Это не исключает возможность подать заранее, конечно, такое заявление, но нужно понимать, что рассматривается она будет только после того, когда срок наступит, когда налоговый орган увидит декларации либо расчеты, которые задекларируют соответствующие обязательства, которые нужно будет перенести, которые налогоплательщик хочет перенести на более поздние сроки. После этого, когда у нас сойдутся вот эти несколько ключей, с учетом того, что мы сами без какого-то дополнительного представления документов со стороны налогоплательщика смотрим все основания для рассрочки, отсрочки. И важно, что здесь для налогоплательщика подача вот этого заблаговременного заявления просто не имеет смысла, поскольку до момента подачи декларации, до момента наступления срока уплаты не могут применяться и никакие меры взыскания. Поэтому, подав декларацию и одновременно с ней подав заявление об отсрочке и рассрочке, налогоплательщик в полном объеме купирует все риски, которые у него могут возникнуть в связи с неисполнением обязательств. А помня о том, что все пени, которые могли быть раньше начислены, они будут сторнироваться. В принципе, вот такая подача сразу одновременно с декларацией, она как раз и является самым простым способом взаимодействия с налоговым органом. Ну и теперь давайте поговорим именно о взаимодействии с налоговым органом. Как и куда можно подать заявление для того, чтобы получить эту отсрочку, рассрочку? Как взаимодействовать с вами сейчас дистанционно? Мы рассчитываем именно на то, что с нами будут взаимодействовать именно дистанционно. Это не исключает, конечно, и других возможностей, не исключает традиционные подачи заявлений по почте. Но с учетом того, что у нас с большинством налогоплательщиков, юридических лиц и предпринимателей налажен канал связи через ТКС, так называемые телекоммуникационные каналы связи, эти заявления можно подать по этим каналам. Кроме того, можно подать заявление через сервис «Обратиться в ФНС» на сайте налоговой службы. Подать заявление можно в ту инспекцию, в которой налогоплательщик стоит на учете по основному месту нахождения, то есть там, где находится главная организация. Если налогоплательщик относится к крупнейшим, то он может подать заявление в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам, где он стоит на учете. Здесь организован принцип единого окна. Если у налогоплательщика есть несколько налоговых органов, которые он стоит на учете, есть развитая филиальная сеть, он все равно подает заявление в один налоговый орган, который, рассмотрев заявление, организует применение меры отсрочки-расрочки по всем остальным налоговым органам на всей территории России. Константин, и сколько будет это заявление рассматриваться? Лариса, по налоговому кодексу это 30 рабочих дней, но понимая, что налогоплательщик в непростой ситуации и при этом зная о том, что мы все-таки рассматриваем именно упрощенную процедуру предоставления рассрочки, по которой подается только заявление, никаких других документов подавать не надо, заявление, обязательство об исполнении условий отсрочки-расрочки, Мы поставили задачу перед территориальными органами по максимально быстрому рассмотрению таких заявлений. Этот срок может увеличиваться только если налоговый орган не увидит достаточных каких-то данных в заявлении, не будет понятно, на какую сумму, на какие сроки налогоплательщик хочет отсрочить либо рассрочить исполнение обязательств. Если все-таки мы не найдем в нашей базе достаточных деклараций либо документов, которые налогоплательщикам нужно предоставить для того, чтобы мы увидели его право на отсрочку либо рассрочку. В этой ситуации мы поставили задачу, чтобы налогоплательщику направлено было уведомление о том, что документы необходимо предоставить, и только это может, по сути, немного затянуть этот срок. Если все-таки в срок, установленный налоговым кодексом по имеющимся у нас документам, не будет достаточных оснований для предоставления отсрочки и рассрочки, да, будет вынесено решение об отказе, но никаких препятствий для того, чтобы подать повторное заявление об отсрочке или рассрочке. Если у налогоплательщика после того, как появится вот это решение, изменится обстоятельство, появятся новые документы, будет сдана соответствующая декларация, тут же можно подавать заявление, мы его рассмотрим и, конечно, рассмотрим положительно. Спасибо. С нами на связи был Константин Чекмышев, заместитель и руководитель ФНС России. Мы обсуждали, как меры поддержки для бизнеса будут реализованы именно в рамках налогового администрирования и как будут выглядеть процедуры получения отсрочек и рассрочек. В проекте налоги мы обсуждаем налоговое законодательство и налоговую практику. До встречи.